У нас есть еще звонки на данный момент? Да, есть звонки, пожалуйста, мы готовы отвечать. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, говорите. У меня предложение. Вот сейчас у некоторых молодых девушек проблемы со здоровьем, поэтому и забеременеть, и выносить детей они не могут. Так вот, мне кажется, что надо работать с подростками, следить за их здоровьем. В школах вести занятия, где врачи-гинекологи объяснили бы им, что такое подготовка к беременности. И никак предохраняться от нежелательной беременности, например. Нужно, наряду с количеством рожденных детей, думать об их качестве, то есть о здоровье. Такой проект Департамент здравоохранения не хочет реализовать. Спасибо вам за предложение, за звонок. Спасибо большое за звонок. Да, действительно, проблема профилактики, она сейчас очень важна и актуальна. И действительно, на сегодняшний день Департамент здравоохранения – это основное направление деятельности, которое будет реализовываться в ближайшее время. В целом, профилактики, да, то есть перехода от лечения заболеваний к их профилактике. А что касается охраны репродуктивного здоровья, это особая тема. Естественно, воспитание подростков, да, вовремя воспитание подростков – это очень важно для того, чтобы подросток в дальнейшем создал семью, тем более планировал рождение ребенка, эти дети, и этот ребенок появился здоровым. Поэтому на сегодняшний момент у нас в планах действительно эта работа уже ведется. То есть работа в школах, я могу сказать, организована каким образом. В женской консультации существует, работает врач и кушер-гинеколог. В каждом муниципальном образовании есть план, совместный план работы кушер-гинеколога и школы. То есть по определенным дням кушер-гинеколог выходит из школы и проводит занятия с девочками, естественно. Отвечает на вопросы, да, подростков? Да, старшего возраста. Но дело в том, что мы думаем пойти дальше, как бы, да. И, в принципе, что касается проектной деятельности, да, действительно, хорошо, что такая возможность существует. Вот в рамках какого-то одного проекта, может быть, пилотно на каком-то муниципальном образовании, отработать вот такую систему. Поэтому обязательно прислушаемся вот к мысли, к этой. Может быть, действительно, да, в ближайшем будущем такие проекты будут реализованы. Мы очень рады, что сегодня наши телезрители очень много предлагают и на сайте, и звонят в студию. А у нас есть еще один звонок, и мы готовы отвечать. Говорите, здравствуйте. 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 Мы слушаем вас. Говорите. Меня зовут Юля. Мы молодая семья. Есть ребенок. Живем с родителями мужа. Хотелось бы узнать, возможно ли какая-то поддержка молодых семей в качестве предоставления стартам какого-то жилья. Ну, минимум, хотя бы комнату в общежитии. Юля, сколько у вас детей? Один. Один ребеночек пока, да? Да. То есть могли бы рожать еще и еще. Могли бы, да, но нет возможности, поскольку живем с родителями. Светлана, ну что? Ну, я уже говорила, да, что жилищный вопрос это важный самый вопрос для любых категорий. И для молодой, и для многодетной, и для семьи с двумя детьми. Что касается областных программ, скажем так, да, для молодых семей. Ну, прежде всего, по линии управления молодежной политики реализуется, на основании федеральной программы жилища, реализуется наша областная программа обеспечения жильем молодых семей. Смысл этой программы в чем? Это, конечно же, на условиях софинансирования. Сейчас по-другому, к сожалению, как бы, ну, нигде, наверное, не встречается так, чтобы было вот без участия. Чтобы предоставляли бесплатно, да? Поэтому на приемлемых условиях софинансирование. Софинансирование предусмотрено из четырех источников. Это федеральный бюджет, это областной бюджет, местный бюджет и собственные средства семьи. Существуют определенные условия участия в этой программе. Для того, чтобы принять участие в этой программе, необходимо обратиться в органы по делам молодежи по месту жительства. Если Юлия проживает в городе Белгороде, то это управление по делам молодежи администрации города Белгорода. И что, если говорить о результатах, то только в прошлом году, у нас в 2012 году, в этой программе приняли участие 114 молодых семей. То есть это реально работает, и реально молодые семьи улучшают свои жилищные условия, получают собственный угол, собственный. То есть, Юлия, в интернете вы набираете. Что Юлия у нас набирает? Управление по делам молодежи. Управление по делам молодежи города Белгорода, если вы живете в Белгороде, либо района, если вы живете в районе. Мы, к сожалению, не уточнили. Я могу еще дополнить, что касается сельских территорий. Это город Белгород, это понятно. Что касается сельских территорий, по линии департамента агропромышленного комплекса существует программа социальное развитие села, где также предусмотрено решение вопросов жилищных для молодых специалистов, работающих на селе. Тоже на условиях софинансирования предоставляется возможность приобрести жилье. Если о цифрах, то на сегодняшний день у нас получается достаточное количество семей уже воспользовались этой поддержкой и улучшили свои жилищные условия. Это те, кто работают на селе. И опять же еще одна возможность, если это медицинские работники. В департаменте здравоохранения социальной защиты населения реализуется, то есть мы принимаем к участию в программе «Земский доктор» молодых специалистов, которые имеют медицинское образование. Здесь смысл этой программы какой? Субсидирование в размере 1 миллиона рублей предоставляется этот займ. И, как правило, участники программы тратят его, конечно же, на улучшение жилищных условий. На приобретение жилья, да? По участникам только в прошлом году в этой программе «Земский доктор» приняли участие 67 молодых специалистов. На этот год уже поступило 52 заявки. То есть возможности есть, главное знать о них и вовремя воспользоваться. Нужно быть активными, нужно как бы вступать в программы. Конечно же, вот в отделе молодежной политики Белгорода, я думаю, что вам дадут исчерпывающую информацию. Звоните, не стесняйтесь, говорите, что вы звонили в прямой эфир. И Светлана Александровна Гайворонская посоветовала вам обратиться вот в департамент молодежной политики. У нас есть еще звонок. Мы готовы отвечать. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня такой вопрос к вам. Говорите, мы слышим вас, говорите. Вот когда собираем справки на детские пособия, очень много этих справок. Вы знаете, у меня, у нас у сына четверо детей. И вот когда я собираю, получается, что эта стопа, ну, 30 листов, наверное. Очень. Право в тяге, ксерокопии, всего. Нельзя ли упростить этот вопрос? Спасибо за звонок, мы вас поняли. Да, то есть упростить как-то, если многодетная семья, много бумаг. То есть человек, чтобы получить свои кровные, получается, нужно потратить полжистики, чтобы собрать справки? Дело в том, что, да, действительно, эта проблема существует. Но могу сказать одно. В соответствии с федеральным законом номер 210, об организации, о предоставлении гражданам услуг, да, у нас существует возможность организации межведомственного взаимодействия между структурами. Поэтому справки, о которых говорит телезрительница, да, это, по всей видимости, документы, которые необходимы для оформления детского пособия. Например, постоянное подтверждение доходов, что семья является нуждающейся и так далее, о составе семьи и так далее, и так далее, да. Так вот, ряд этих справок, естественно, может принести человек сам. Ряд этих справок может запросить орган социальной защиты населения самостоятельно у иных структур. Как правило, люди приносят сами, рекомендуют, да, вернее, не рекомендуют, даже предлагают людям приносить справки самостоятельно для того, чтобы этот процесс просто ускорялся. Вот и все, поэтому на самом деле... Но, Светлана, если человек, вот скажем, не хочет приносить эти справки самостоятельно, он приходит в соцзащиту. Что он должен сказать? Что у вас есть возможность получить их как-то по своему взаимодействию через интернет? Безусловно. Что сделаете запрос? То есть какие-то, конечно, копия паспорта или что-то такое, какие-то документы дальнейшего характера, конечно, предоставляет сам гражданин. Есть ли справки с места работы или есть ли справки какие-то из РЭУ, эти справки могут быть запрашиваться в рамках межридовственного взаимодействия. Хорошо, спасибо. И вот еще один вопрос с сайта, который, я думаю, очень будет интересен всем нашим телезрителям, вернее, ответ на этот вопрос. Программа выдачи материнского капитала будет действовать до 2016 года. А что потом? Сейчас я свои деньги не решила, куда потратить. Жилье мы не строим, дети маленькие, на обучение тратить рано, до пенсии мне 30 лет. Не сгорит ли мой материнский капитал? Очень хороший вопрос. Спасибо, конечно, большое, потому что сейчас этот вопрос волнует многих. 2016 год у нас не за горами, да, поэтому, естественно, рожать или не рожать, чтобы получить, а если получили, что будет с этими денежками, да. Ну, отвечая на этот вопрос, хочу сказать следующее. Если в семье уже есть ребенок, на которого получен, имеется сертификат на материнский капитал, то эти деньги, ограничений по расходованию этих денег нет, то есть по времени ограничений. Можно расходовать когда угодно. Но если вы планируете все-таки получить этот сертификат, то нужно умудриться и родить до 2016 года. Поэтому семья получит как бы денежные средства, мы получим нового жителя Белгородчины, и в принципе, как бы здесь все интересы будут учтены. Нужно поторопиться, и пока еще не закончилась программа выдачи материнского капитала, родить до 2016 года. Но капитал не сгорит. Деньги никуда не делаются. Не денутся. Это очень хорошо. Светлана Александровна, скажите, ну, ни для кого же не секрет, что женщины зачастую отказываются от рождения ребенка не только в силу бытовых каких-то проблем, но и в силу моральных проблем, когда женщина попадает в сложную жизненную ситуацию. Это как наши телезрительницы писали на сайте, что бывает так, что и руку поднимают на женщину, и на детей. То есть вот в такой ситуации вы помогаете? Вы знаете, действительно очень печально, что женщины наши сталкиваются в жизни с такими моментами, когда насилие в семье происходит, это неприемлемо. Но дело в том, что задача, естественно, наша, чтобы женщина не осталась одна, один на один со своими неприятностями. Что касается системы помощи таким женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в кризисную, у нас на территории области работает ряд служб, предоставляющих услуги. То есть куда можно позвонить и попросить поддержки и помощи, да? И позвонить, и обратиться. Ну, во-первых, хочется мне сказать о том, что у нас в селе Козинка Грайворонского района открыто кризисное отделение, которое называется «Мать и дитя», куда женщина может прийти также со своими детьми. И в течение некоторого времени, до года, находиться в этом центре на полном государственном обеспечении. В этом центре работают и психологи, и юристы, то есть оказывается, и медики, естественно, оказывается различная помощь этой женщине, и она вот за этот период времени может решить свои какие-то проблемы, да? Это первое. Второе. У нас на базе перинатального центра областной клинической больницы работают психологи, где можно хоть по телефону, хоть записавшись в научную консультацию, поговорить с профессионалами и помочь себе разобраться в жизни и в каких-то проблемах, да? Кроме этого, естественно, существует еще ряд служб, которые помогают нашим женщинам справляться с неприятностями. Я думаю, что прямо и к вам, наверное, можно звонить, да, в здравоохранение, в соцзащиту. Конечно, безусловно. Никто никогда не откажет в помощи, естественно. Если необходима обыкновенная консультация по любым вопросам, да, то в департаменте здравоохранения прежде всего женщина получит любую консультацию. Если вопрос требует какой-то специфики, да, то, конечно же, мы отправим женщину туда по принадлежности. Проблема, кому касается. Ну, любой женщине всегда важно знать о том, что она защищена и что ее дети защищены. У нас есть звонок, Светлана Александровна, осталось две минуты до конца, до окончания эфира, но мы готовы ответить. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь будут давать бесплатные земли многодетным семьям в нашем районе, в Белгородском, или вообще когда-нибудь это будет происходить? То есть спасибо за звонок, очень быстро. Я постараюсь ответить очень быстро, да. Естественно, когда-нибудь будут, их уже дают. На сегодняшний день у нас есть закон федеральный 138 ФЗ, 74-й закон белгородский. Разработан порядок, что касается выдачи земли. Для того, чтобы получить землю многодетной семье, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Если это Белгородский район, это Шершнево-1А, там есть специально люди, которые принимают документы, порядок приема документов. Затем семья проверяется, не брала ли она участок ранее, ну и так далее, разные факторы проверяются. И затем ставится семья на учет, и в установленном порядке ей выделяется земельный участок. Что касается цифр, у нас на сегодняшний день уже порядка тысячи семей в целом по области встали на учет. А, встали на учет. Да, где-то порядка 500 земельных участков сформированы и готовы для выдачи. И 250 семей уже получили эти земельные участки. Поэтому этот вопрос решаемый, не содержит никаких трудностей. Светлана Александровна, вам спасибо большое, что вы сегодня были гостем в нашей студии, что так душевно отвечали на наши вопросы, старались помочь. А я надеюсь, что нашим телезрителям сегодня был полезен наш всеобуч. И мы рассказали вам о том, какие есть меры поддержки семьи с детьми в Белгородской области. Темы для нового эфира, знающие люди, для новой программы предлагаете вы, наши телезрители. Оставляйте ваши вопросы на сайте мирбелогорья.ру. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова